Такой суп был, потому что еды, в принципе, было недостаточно много. Знаешь, почему грипп постоянно нервничает? Я не буду есть чечевичный суп, у меня после него будет дискомфорт, вздутие газообразования. Вот мы все прожили жизнь уже не зря. Всем привет, с вами Ксения Черная, и вы смотрите канал про здоровье. Сегодня мы поговорим про худшие и лучшие супы. Вообще, у меня здесь блокнотик, мы пока готовились к видео и вспоминали все супы, кто когда ел, какие-то супы в детстве, какие супы мы едим сейчас, какие супы модные сейчас в ресторанах. И на самом деле получился огромный список супов, и мы создадим такой рейтинг лучших, худших супов, и поговорим про каждый из них. И вообще, можете сохранить это видео, и когда вы не будете знать, что готовить, вы узнаете, что только супов есть огромное количество. А может быть, вы еще и в комментариях напишите какие-то другие супы, которые мы не разобрали здесь. Ну, начнем с вами, наверное, с супов из детства, которые мы сразу все вспомнили. К сожалению, это будет рейтинг не самых лучших супов. Это молочный суп с вермишелью. То есть, в этом супе соединилось все прекрасное, и молоко, и, по-моему, сахар туда добавляли. Не знаю, мне кажется, туда сахар добавляли. И лапшичка. Ну, понятно, что такой суп был, потому что еды, в принципе, было недостаточно много. И все получали по талонам, и мы были ограничены вообще в своей общей массе. Дорогие друзья, я и моя команда приготовили для вас специальный подарок. Мы составили для вас 5 шагов на пути к вашему крепкому иммунитету. И поверьте, эти шаги будут достаточно простыми. Для того, чтобы забрать подарок, вам нужно перейти по ссылке в описании к этому видео, и вы получите подарок в ту же секунду и совершенно бесплатно. Я могу сказать про свое детство, что супы всегда были обязательным блюдом в нашей семье. У нас обед, это всегда был суп. И, кстати, молочный суп был достаточно большой редкостью. Но вот все остальные супы были в большом количестве. Молочный суп с вермишелью, особенно если у вас есть проблемы с кожей, проблемы с пищеварением, сдутие газообразования, экземы, аллергии, дерматиты, хронические танзелиты, аденоиды у детей, бесконечное скопление слизи во ротовой полости, нельзя есть этот суп. У меня такого супа не было, но такой суп был у Николая. Это сырный суп, мы его поставили на втором месте. Я так понимаю, что там есть, наверное, фрикадельки или что-то. Да, там просто суп на основе огромного количества плавленых сырков Дружба за 6,50. Вот, ну то есть там есть плавленые сырки, но что-то там полезное есть. Поэтому, наверное, он овощи, наверное, какие-то, морковка может быть, да, тертая. Поэтому он чуть более полезный. Но все равно это плавленый сыр, поэтому это такой, я так понимаю, из серии супа с топора. Да, поэтому мы его тоже ставим в рейтинг, он не является самым полезным. Дальше у меня идут различные супы пюре. И долгое время одним из очень популярных супов, особенно в кафе и ресторанах, и Коля говорит, что сейчас, был грибной суп на сливках. Я его тоже поставлю не в очень полезный, по причине того, что он делается всегда из шампиньонов. Шампиньоны, в принципе, на фоне других грибов, например, там, вешенок, лисичек, белых грибов, не самый полезный гриб, но, тем не менее, он очень сложный для пищеварения. Особенно в сочетании со сливками. И вот если кто-то ел грибной суп, я думаю, что вы помните, на самом деле, ощущение тяжести, которое очень часто возникает после употребления грибного супа. Напомню, что грибы очень сложно перевариваются нашим желудочно-кишечным трактом. В основном ЖКТ воспринимает их как пищевые волокна. И в сочетании достаточно тяжелых грибов со сливками, с густыми сливками, чаще всего это магазинные сливки, это становится очень проблематично для переваривания нашего желудочно-кишечного тракта. И, соответственно, полезных веществ в таком супе достаточно ограниченное количество. По сути, это просто пребиотик, который получает наш желудочно-кишечный тракт. Знаешь, почему гриб постоянно нервничает? Потому что он волнушка. Волнуется. Дальше идут остальные супы-пюре. При этом мы можем супы-пюре улучшить по своему макронатриентному составу. Если мы берем овощное суп-пюре, он же на овощном бульоне, например, это может быть тыквенный суп-пюре. В принципе, все полезно. Суп-пюре из брокколи, тыквенный суп-пюре. Это могут быть холодные супы. Я думаю, что все знают свекольный суп-пюре. Видео про свеклу у нас выходило. Это может быть гаспачо, например. Но с гаспачо вообще все очень сложно. Томаты при гастритах могут быть не очень полезны. Поэтому ориентируйтесь и на свое самочувствие тоже. Так вот, супы-пюре менее полезны, чем супы с овощами-кубиками, потому что все овощи вы там пробиваете и клетчатки в них содержится гораздо меньшее количество. Плюс, если овощное суп-пюре сварен на овощном бульоне, то по сути вы едите только углеводы. Но, если вы овощное суп-пюре сварите на костном бульоне, про костный бульон, у нас есть отдельное видео, это кладезь питательных веществ, то вы автоматически улучшаете качество супа-пюре и обогащаете его набором аминокислот и микроэлементов. Поэтому я рекомендую вам, особенно когда вы деткам маленьким готовите супы-пюре, заморозить костные бульоны в специальные формочки. И когда вы варите суп-пюре, вы просто их вот так из морозилки берете и кладете в овощные супы-пюре и варите все это на костном бульоне, тем самым улучшая их полезные качества. И когда вы варите овощные супы-пюре, старайтесь варить их, что называется, аль денте, то есть не полностью разваривать в кашу, а все-таки оставлять такой небольшой хруст, тогда вы сохраните большее количество питательных веществ. Это то, что касается любых супов-пюре. В принципе, дальше мы можем уже варьировать пользу разных супов, но то, что я выписала себе, я очень люблю чечевичный суп. Чечевичный суп богат белком, потому что это чечевица, источник растительного белка. Плюс я всегда чечевичный суп варю на костном бульоне и получается суперполезный белковый суп. Туда добавляется различная зелень, добавляются различные овощи. Я бы с радостью выложила рецепт чечевичного супа в телеграм-канале, заберите его там, я команду предупрежу, чтобы они его там разместили. Я обожаю чечевичный суп, вот по своему рецепту, как я его готовлю, забирайте, пожалуйста, готовьте. Многие из вас могут сказать, что я не буду есть чечевичный суп, у меня после него будет дискомфорт, вздутие газообразования. Так вот, этого быть не должно. Если у вас здоровый желудочно-кишечный тракт, то красная чечевица, тем более вареная красная чечевица, вообще не должна вызывать никакого дискомфорта. И почему я люблю чечевичный суп больше, чем суп гороховый? За счет того, что как раз красная чечевица нашим ЖКТ усваивается гораздо-гораздо лучше. Но, если вы понимаете, что у вас на чечевичный суп, на суп из бобовых есть какая-либо реакция, это повод разобраться со своим желудочно-кишечным трактом и привести его в порядок. Потому что на бобовые у здорового ЖКТ такой реакции быть не должно. Есть бесплатный вебинар, лаборатория здорового пищеварения, бесплатный, трехчасовой, большой, где мы выясняем, почему у вас есть реакция не только на бобовые, но, возможно, и на различные овощи. Когда вы едите сырые овощи, зелень или фрукты, это признак нездоровья. Поэтому мы можем договориться, вы заходите в телеграм, забираете рецепт чечевичного супа, готовите. Если у вас есть любой дискомфорт после этого супа, а его быть не должно, то, значит, вы переходите в это видео, переходите по ссылке и приходите на вебинар «Здоровое пищеварение». Вебинар большой, трехчасовой, бесплатный, ссылка находится в описании к этому видео. Дальше мы переходим к большому блоку супов на костных бульонах. Супы могут быть абсолютно разные. Например, всем известный куриный бульон, когда вы варите либо целиком курицу, но это не должно быть куриное филе, это должны быть именно шеи, лапы, либо курица целиком. И такой бульон максимально полезный. Я думаю, что многие знают, что такой бульон употребляется при различных ротовирусных инфекциях или даже ОРВИ и ОРЗ. Почему? Потому что костный бульон содержит огромное количество аминокислоты лизин, она является блокатором вируса, то есть не позволяет вирусу реплицироваться в клетку и, по сути, блокирует его, и вы быстрее выздоравливаете. Это то, что касается куриного бульона. Не обязательно добавлять туда гору лапши, на самом деле, в куриный бульон. Можно добавлять туда какие-то фрикадельки, можно просто разделывать курицу, добавить овощи, и будет вам прекрасный суп. А говяжий бульон, получается, при болезни не помогает? Во-первых, он легче, потому что если ты варишь из говяжьих костей, все равно он по жирности будет чуть больше, чем куриный. А куриный, он максимально лайтовый. Я сразу же хочу сказать, что если у вас есть проблемы с ЖКТ, или вы никогда не пили костные бульоны, и напомню, что это не бульон, сваренный на сале, на жире, где вот такой слой жира, это костный бульон, он варится на косточках. Там не должно быть большого слоя жира. Но если вы только привыкаете, разбавляете бульон один к одному просто с водой, и стараетесь его вводить таким образом. Или деткам тоже можно разбавлять. Но куриный менее жирный, поэтому он показан при вирусных заболеваниях. Дальше это могут быть супы уже на, не знаю, бараньях, говяжьих костях и так далее, на свиных костях. Выбираем, напомню, кости, там, локтевые, коленные суставы, чтобы сварить правильный костный бульон. Это могут быть щи, борщ, харчо. Ну, в общем, большое разнообразие традиционных русских супов. Я всегда говорю, что вот у меня стоит книга царских времен и их рецептов. Так вот, там абсолютно все супы варились на костных бульонах и ели их абсолютно все. Они максимально полезны. Мы можем долго разбираться, какой из них полезнее. Борщ полезен за счет того, что там есть свекла. И про свеклу мы снимали отдельное видео. Щи полезны за счет того, что там есть квашеная капуста. И это не только клетчатка, но это и пробиотики. И, в принципе, так мы можем разобрать каждый суп. Я бы хотела на первое место, ну, их можно разделить с остальными супами, но все-таки я бы его вынесла на первое место, потому что это незаслуженно забытый часто суп. Это уха. Это, по сути, тот же самый костный бульон, только сваренный из косточек. Напомню, что если мы варим рыбу, то мы берем кости, плавники, позвоночник, хвосты, головы. Варить рыбью голову это очень и очень полезно. И вот сваренная уха на таком бульоне, вы можете варить их абсолютно из разных рыб. Это очень дешево. Я всегда говорю, что я прихожу на рынок, там лежит этот разнос разделанный, да, все покупают фене и сенге, а вот головы, хвосты лежат там никому не нужные. Так вот, уха. Я уж не говорю про уху, который варится на речке. Это максимально полезная уха. Очень-очень вкусная. Так вот, готовьте, пожалуйста, уху, рыба, любая тоже максимально полезная, это источник белка. Более жирная рыба, это источник жиров, поэтому, пожалуйста, готовьте супы, это полезно. И многие говорят, Ксения, вы же говорите, что еду запивать нельзя, а как же суп? Но суп это не вода. Суп это уже белки, жиры и углеводы, которые усваиваются в вашем организме, поэтому сравнивать суп с тем, что вы просто запиваете водой обычную еду, мы не можем. Я напомню, что, в принципе, костный бульон и рыбный в том числе содержат огромное количество микроэлементов. Это глюкозамин, хондроитин, сера, это кальций, цинк в большом количестве, которые влияют на качество нашей кожи, волос, ногтей. Это огромное количество белка, в конце концов, и аминокислот, которые мы получаем. И если мы говорим про суставные кости, да, то это обязательные показания людям, у кого есть проблемы с суставами, хруст в суставах, потому что таким образом вы будете получать аминокислоты, из которых будет синтезироваться ваш внутренний коллаген. Я уже не говорю про глюкозамин и хондроитин. Мы постарались перечислить различные супы, если мы что-то забыли, но я думаю, что вы, очевидно, разделите все любые супы по вот этим трем большим категориям, которые мы с вами разобрали. Пишите в комментариях свои любимые супы. Я постараюсь прокомментировать их. Слушай, кстати говоря, мы, помнишь, писали, у нас видео было привычки, которые... Да-да-да, убивают. Привычки убийц. Почитай комментарии там. Коля, ты поймешь, что вот мы все прожили жизнь уже не зря. Да. Я прям читала, у меня прям слезы были на глазах. То есть я не всегда так реагирую. Сколько там людей себя вылечит. Ты просто вот прям реально открой комменты, почитай. Там просто вот благодаря вам, благодаря вам, благодаря вам. Там все пишут вот это. Вот просто зайдите почитать. А с вами была Ксения Черная и вы смотрите канал про здоровье.